Шеф, я тебя не подведу сто процентов, все будет ровно. Чего после пятерочки-то покажешь? Я нинасколько не напрягся, я готов доказывать всем, чего я стою и что я умею. Это тунест татаки со свежим шпинатом, с клубникой и с имбирным дрессингом. Когда я пришел и дал вам еще 30 минут, у тебя блюдо было готово. Ты не стал переделать его? Насколько я понимаю. А почему? Я бы не успел сделать все равно свою задумку. Ты за 20 успел сделать, а за 30 нет. Проблема была сделать салат, чтобы он выглядел красиво, эстетично. То, чтобы было понятно, что это тунец, а не размазанная подошва из непонятно чего. Кол, даже пробовать не буду. Шеф, я тебя не подведу сто процентов, все будет ровно. Когда я обжаривал овощи в сковороде, у нее отвалилась ручка. Красавчик. Еле-еле ее успел поймать, я думал, что все овощи у меня свалятся на плиту, но мне повезло. Шеф, я тебя не подведу сто процентов, все будет ровно. Я сделал заготовку на салат с цыпленком. Я, шеф, перец должен быть свежий. Абсолютно! Перец должен быть свежий. Почему перец запеченный? А вот это количество редиса, это... На сколько порций? На три порции, шеф. На три порции? А сколько у нас посадок в ресторане? 60. 60 и 3, есть разница? Да, шеф. Какого... Вы нарезали на три порции, когда у тебя 60 посадок? Это мое лицо! Ресторан «Адская кухня», а не твоя... Стремно, я стоял, и у меня наворачивались слезы на глазах. Значит, тебе служите все меня! Ресторан «Адская кухня» сегодня не открывается! Не открывается! Шеф, я тебя не подведу 100%, все будет ровно.